Эту речь президента ждали все, продлит или отменит, ослабит или ужесточит. Впрочем, держать интригу до момента эфира властям не удалось. Глава Роспотребнадзора упорно твердила про домашний режим как минимум до 12 мая. Эту дату озвучил и Владимир Путин. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали от гулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Майская самоизоляция продлится до 11 числа включительно. Впрочем, выпускать регион из домашнего заточения планируется не сразу. До 5 мая правительство и Роспотребнадзор разработают критерии поэтапного выхода из режима ограничений. Такие рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. Президент поясняет, выход из карантина должен быть осознанным, чтобы страну не отбросило назад. В одних регионах 12 мая режим может быть сохранен или даже усилен. В других, с учетом рисков, наконец смягчен. Все зависит от ситуации на местах и от поведения скучающих по мирной жизни граждан. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Этот процесс, говорит президент, будет сложным и далеко не быстрым. Впрочем, регионам на этапе выхода оставляют место для маневра и гибких самостоятельных решений. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Урал-1.